Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Есть ли шанс помириться с ней? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Что сейчас происходит? Боже, что ж так вам плохо? Ничего себе! Душа болит, а сердце плачет. Боже, одни мечи. Вы посмотрите. Ребят, так нельзя расклеиваться, честное слово. Вы же сильные. Держите себя в руках. То, что вам больно, это ничего не сказать. Вот просто убитый наповал. Я даже не знаю, какие слова подобрать, насколько вам плохо. Настолько вы переживаете. Настолько вам больно и больно именно после хитрости какой-то. После обмана какого-то. У кого-то из вас это может проигрываться, что еще сейчас это состояние, когда очень больно. У кого-то оно уже проходит, либо прошло. Вот был какой-то период, но было очень больно. Это 100%. Давайте посмотрим, почему вам было так больно. Что такого произошло? Из-за любви, конечно, ребят. Из-за любви. У вас был такой период, когда вообще ничего не хочется. Апатия это просто, это мало сказать. Вообще смысла жизни нет. Все потеряно. Руки опускаются. Полностью сломленный человек. Повторяю, у кого-то это сейчас, да, продлевается еще этот период. Это общий расклад. У кого-то он уже либо заканчивается, либо уже прошел, да. У каждого это будет по-своему. Вы такой человек, знаете, вот вам очень не хватает семьи, отношений. Именно в семье. Вам нужны именно стабильные отношения, потому что, ну, легкие вам не нужны. Как-то вот вы уже наелись, может быть, по молодости этих отношений. Ну, совершенно как-то вот эти одноразовые легкие отношения вас не интересуют. Вы такой человек, ну, за словом карман не лезете. Вы можете, если надо, и постоять за себя. Вы можете, где надо, и грызнуться, отстоять свое, да. Ну, за свое, за свою семью вы вообще порвете любого. Вы, может быть, сейчас находитесь в каком-то еще, ну, творческий поиск, что ли это называется. Может быть, вы хотите сменить работу. Либо же, может, новую какую-то профессию освоить, да. Ну, вот в каком-то вот вы поиске, как будто вот еще ищите сами себя, да. Вот чем бы заняться, куда пойти, куда податься, так сказать. Вот вы такая личность. С вами очень интересно. Вот окружающим очень интересно. Вот и в компаниях, и вообще вот общаться. Знаете, вот вы, ну, то ли разносторонне развитый, то ли вы настолько вот как-то интересно рассказываете, подаете вот любой материал, да, о чем бы вы ни говорили, ну, как-то вот интересно, ну, люди с открытым ртом вас могут слушать. Очень такой вот вы собеседник, может быть. Так, дальше смотрим. Что же у нас будет дальше? А дальше у нас будет, какая женщина пришла на расклад. Так, с этой женщиной все умерло и погибло. С ней закончились все отношения. Женщина, с которой вы очень сильно ругались, она такая вот, ну, сварливая, я бы сказала. Очень сварливая, с таким вот характером. Она скорее будет нападать, вот, да, вот, которая будет цепляться не так сел, не так встал, не так сказал. Но она такая вот, знаете, ну, противная. Из-за этой женщины вам было очень плохо и печально. Может быть, кому-то даже сейчас еще довольно плохо. Не забываем, что это общий расклад, да. Ну, я так думаю, что с этой женщиной у вас были отношения. Смотрите, теперь. Вас она все равно, несмотря на то, что между вами произошло, она считает, ну, как бы, вот, император у нас выпал, да. Она считает вас сильным человеком. Даже если она что-то вам противное, гадкое говорила, она понимает, что вы довольно сильный мужчина, волевой, в чем-то, может быть, даже властный. Она вами крутила, вертела, как хотела, я вам скажу. Дергала за ниточки, да, вот, ну, виртуальные ниточки. Просто управляла вами на раз-два, потому что вы были влюбленный товарищ. Так, давайте-ка посмотрим теперь, есть ли у вас шанс с ней помириться. Так. Знаете, вот она, она в душе, она допускает мысль, что, может быть, если бы вы очень сильно постарались, если бы вы очень сильно попросили, да, как бы стали на колено, давай там попробуем сначала все вернуть и все такое, она бы еще поправила корону свою и подумала бы, да. То есть это на уровне мыслей. Предлагать она пока что, я не вижу, что она вам что-то предлагает. Скорее, я даже вижу у вас, вот, если кто общается с бывшей, скорее это будет, ну, какое-то вот неприятное общение между вами. Ну, для вас точно оно неприятное. Это могут быть какие-то выяснения отношений. Даже вот если кто по поводу детей общается, то вы можете то ли на повышенных тонах общаться, то ли вот, ну, как-то спорить, ссориться, да, ну, это неприятное общение. И скорее вам бы хотелось ее забыть, чем быть с ней. Потому что вам, ну, было, ну, настолько вам тяжело, ну, просто вот, ну, убиты на повал вы были. Ну, какое примирение может быть, да. Так, дальше, давайте-ка посмотрим, дальше будет ли она что-то делать или нет. Сейчас она пока ничего не делает. Будет ли она как-то проявляться, чтобы именно помириться с вами. Смотрите, она пока на уровне мыслей, да, вот это все допускает. Вот, она пока сомневается, она не знает, каким образом, как вас можно подвести к тому, чтобы именно вы проявили инициативу. Вот она хочет придумать какую-то такую штучку, да, может быть, помощь там придумать, что и помощь нужна там, или еще что-то, чтобы как-то вас заманить, да. Вот вроде бы вы к ней там проявились, вы захотели. Что-то она намудрит. Ну, опять же, ну, любовь-то она не сможет вернуть, да. Ну, хорошо, ну, приедете вы там, ну, даже если что-то поможете. Ну, любовь-то она не вернет, она не сможет вернуть то начало отношений, которое у вас когда-то было, тот уровень, вернее, отношений. Она не сможет это вернуть. То есть она сейчас вот сидит и думает, чтобы такого учудить, да, вот как бы можно это провернуть. А почему она хочет этого? Давайте-ка посмотрим. Так. Она хочет, да, вот на уровне мыслей она хочет как бы начать все сначала, да, вот начать попробовать, а вдруг получится. Но опять же вашими руками. И она злится, она злится, что она не может вот придумать, как же это сделать, потому что она, если, тем более, если вы общаетесь, она видит ваше настроение. Она все равно видит и чувствует вашу злость какую-то к ней, да, вашу обиду. Даже если, может быть, вы не общаетесь, там, может, есть общие знакомые, либо родственники. То есть она может быть в курсе дел, что вы злой и не хотите ее не видеть, не слышать. То есть ее этот момент напрягает, да. Будет ли она сама через время проявляться? Нет. Вот она все-таки ждет, что вы проявитесь. Она будет из себя белую пушистую корчить, а вот если бы вы проявились, тогда она бы еще подумала, да, вот она такую вот девочку королевишную из себя корчит. Так, давайте-ка посмотрим. Вот если бы вы все-таки проявились к ней, да, есть ли шанс вообще счастливо жить? Это самый главный, наверное, вопрос. Что будет? Какая жизнь у вас будет, вот, если вы проявитесь? Знаете, ссоры, вот эти обиды никуда не деваются. Она какой-то, смотрите, вот если бы вы помирились, да, вот я смотрю, вот если бы вы помирились, первое время она бы строила из себя такую всю белую пушистую. Это если бы вы сделали шаг навстречу и помирились, да, она бы как бы разрешила вам помириться с ней. Она бы какое-то время, естественно, в своих корыстных целях, она очень сильно любит деньги. Она бы сделала вид, что все хорошо, может быть, даже любовь изобразила бы, да, но долго человек в маске ходить не может, это всем известно. Через какое-то время после примирения она бы снова начала от вас требовать и какие-то деньги, подарки, начались бы ссоры, придирки. Ну, то есть вам бы второй раз сделали больно, понимаете? Вот вы бы помирились, вы бы настроились на позитив вроде бы, да, что все будет хорошо. А это хорошо будет только временно. И снова начнутся скандалы, снова начнутся ссоры, выяснение отношений, и вы снова вот себя почувствуете одиночество вдвоём состояние. Это будет состояние одиночества вдвоём. Поэтому, ребята, оно вам надо. Вот просто сядьте и сами себе вот честно подумайте, нужно ли вам возвращаться к женщине, с которой вам было плохо. Даже если вы её любили, вот просто сядьте, реально подумайте. Ну, неужели вы настолько себя не любите, не цените, не уважаете, что вас тянет туда, где вас не уважали? Я про любовь даже не говорю, но там, где вас не уважали, как можно быть с таким человеком, который унижал, оскорблял, да? Понятно, что это всё больно. Это очень больно, когда любимый человек тебя ранит. Это невыносимая, да, вот психотравма у каждого. Ну, просто сядьте, реально взвесьте все вза и против, что вы найдёте, что потеряете, да, с этим человеком. Счастье, я сомневаюсь, что найдёте. Ну, я не знаю. Это, наверное, одна на миллион, наверное, пара, которая помирилась после вот серьёзных таких вот разрывов, после предательства, после измены, которые живут счастливо. Это очень и очень большая редкость. Как правило, такие семьи, ну, это уже проблемка жить вместе. Всё равно это всё не забывается. Вы не сможете забыть все вот эти обиды, все те гадости, которые вам говорились, понимаете? Ну, вы просто, ну, не забудете вы этого. Это уходит, да, глубоко в душу. Люди, как правило, когда сходятся, какой-то период играют роль, вот, своего рода маску они носят, просто в своих каких-то корыстных целях, да, вот, человек показывает, что любит вас, да, просто чтобы добиться опять, либо же там денег, либо каких-то ещё своих выгод. Но это всего лишь по выгоде. Поэтому, ребята, подумайте. Каждый будет сам решать, как ему нужно. Каждый хозяин своей судьбы. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok